Делегация во главе с первым вице-мэром Маша Замиром Юсуповым посетила Узбекистан 19 марта. Состоялась встреча с руководителем Андижанской области для активизации сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах. Обсуждалась дорожная карта, утвержденная в рамках государственного визита президента Кыргызстана Садыра Джапарова в Узбекистан. Можно с уверенностью говорить, что отношения между двумя братскими странами вышли на новый уровень. Цель – подписание дорожной карты развития экономики, ведь товарооборот между городами Ош и Узбекистаном достигает 51 миллиона долларов. В свою очередь, власти Андижана выразили заинтересованность в реализации ваше крупных инвестиционных проектов. Речь идет об открытии совместных предприятий. Путем открытия совместных предприятий узбекская сторона намерена выйти на рынок ЕС. Мы создадим все условия для строительства объектов. Проблем с выделением площади не возникнет. Можем предложить землю в Джапалаке и массиве Кенсай. Приоритетное внимание было уделено и развитию туристического сектора. Планируется подписать совместное соглашение с узбекскими турфирмами и открыть маршрут Ош-Андижан. Например, турист из Европы, который приехал посетить Узбекистан, может оттуда же направиться в Ош. Согласитесь, это отличная возможность. Планируется осваивать новые направления сотрудничества и в гуманитарной сфере. Выдача студенческих виз – ключевой вопрос в дорожной карте. В настоящее время в Ошгу обучаются около 4000 студентов из Узбекистана. Узбекские студенты зачастую подают документы на медицинские и филологические факультеты. В последние несколько лет мы наблюдаем большой поток молодых людей из Узбекистана. Но есть небольшая проблема с их регистрацией. От обеки с Ферганской области приехал в Ош. Как только эпидситуация стабилизировалась, сейчас он учится на первом курсе. Он говорит, что не хочет впустую тратить свое время и сейчас в поиске работы. Когда мы только приехали, нам было трудно найти общежитие. Но, к счастью, мы уже обустроились. Сейчас я ищу работу, которая бы мне подошла. Также предлагается возобновить проведение взаимных дней культуры и других мероприятий, чтобы активизировать культурный обмен, который поспособствует укреплению дружеских отношений и повышению взаимопонимания между двумя народами. Подписание дорожной карты состоится в апреле.